Большинство болеют гриппом лишь несколько дней, но бывают серьезные случаи, когда инфекция протекает тяжело, с осложнениями и может закончиться летальным исходом. Основные осложнения – это развитие внебольничных пневмоний, которые развиваются очень стремительно и особенно уязвимы дети и пожилые лица. Пневмония может развиться буквально за два часа. И чтобы данный факт предусмотреть, предупредить, мы вакцинируемся. Кроме этого, когда человек у нас привитой от гриппа, он, если даже заболеет гриппом, он будет переносить его гораздо легче. Грипп опасен легкой передачей. Вирусом можно заразиться, например, потрогав дверную ручку, а также от кашляющего и чихающего соседа в маршрутке. Прививка снижает риск заболеть на 70-80%. Даже в случае заражения привитый человек перенесет заболевание легко, без осложнений. Самое благоприятное время для вакцинации – начало осени. После введения вакцина становится эффективной лишь через 14 дней. Иммунитет сохраняется в течение 7-9 месяцев. Прививка переносится очень хорошо, естественно, если мы перед этим прошли осмотр терапевта. Померили температуру и не чувствуем никаких изменений своего здоровья. Если у нас есть какое-то острое заболевание, прививку делать нельзя. Либо есть обострение хронических заболеваний, которое действительно может повлечь за собой развитие воспалительных процессов. В этом году взрослым и детям делают прививку «Совигрипп». Она защищает от трех основных штаммов вируса. «Совигрипп» используется для групп риска по федеральной программе. И «Совигрипп» в индивидуальной шприц-дозе – инактивированная вакцина без консерванта для беременных. Эпидемиологи говорят, что помимо гриппа прививка защищает человека и от других респираторных вирусных инфекций. В сентябре в Череповце открылись 9 передвижных пунктов вакцинации от гриппа. Они работают по графику в разных районах города. Ежедневно в одном пункте прививают более 150 человек. Не хочу болеть? Хочу быть всегда здоровой. Я каждый год делаю прививки от гриппа. Как переносите? Нормально переношу. В прошлом году немножко так поболела слегонца и все. А так все хорошо. Что думаете о прививке? Надо делать, не надо? Конечно, надо. Почему? Да, но не делаем. Чтобы не болеть. Ну, я думаю, что если вдруг придет какой-то грипп, то, может быть, он меня обойдет. Или если заболею, то в легкой форме. Кроме того, сделать прививку от гриппа можно в любой поликлинике Череповца. Прививка, естественно, бесплатная. Прививаем всех желающих. И до того, как поступила вакцина, было очень много обращений. Поэтому составлены списки и перечень организаций, куда мы будем, естественно, выходить. Помимо этого, будем выходить на дом к пациентам, которые в силу возраста или состояния здоровья, но у которых, естественно, нет противопоказаний, будем прививать их на дому. Если человек работает рядом с поликлиникой, но живет в другом районе, может прийти и спокойно привиться. Передвижные пункты вакцинации будут работать до конца сентября. Всего за время вакцинации в Череповце и Череповецком районе планируют привить 216 тысяч человек.